Невыносимые страдания много лет терпят жители частных домов вдоль улицы Герцена. Жизнь обитателей деревянных жилых построек буквально превратилась в ад. Десятки лет омичи просят помощи у администрации, однако власти просто не обращают на них никакого внимания. Подробности в нашем материале. Чувствую, что ты ездишь? Ты же ходишь? Нет, ну подожди, ну вода-то действительно летит в лицо. Ну что ты ерундой занимаешься? Что? Так ну по-человечному, либо дайди сказать. Нервы буквально на пределе. У жителей частного сектора вдоль улицы Герцена уже не один десяток лет. Понять состояние людей можно. С одной стороны старые деревянные домики топит шумная автомойка. С другой не дают спать поздние вечеринки в ресторане «Шато». Окончательно добила нервную систему начавшаяся несколько лет назад масштабная стройка. Мы кричим, мы кричим, потому что если будешь тихо говорить, нас не будет слышно. Я живу уже полтора года на стройке. Через дорогу находится стройка. У меня дом старый. Первую бомбёжку, то есть, когда сделали сваи, у меня дом перенёс большим трудом. Там трещины везде и т.д. и т.п. Вот сейчас будет вторая бомбёжка. Вторую бомбёжку, я не знаю, перенесёт он или нет. Теперь бьют. А второй северный буквально через дом от нас, этот пустырь находится. Дома также ходится по дуном. Восемь утра начинается работа. Не говоря уже про эти дискотеки ночные до 12 часов ночи. 21 век в частном секторе Пагерцина пришёлся совсем не кстати. Который год жильцы древнедеревянных построек не могут собрать нормальный урожай в своих огородах. Сквозь новые высотки солнечным лучам уже не пробиться. Живут здесь в основном пенсионеры. Огороды были серьёзным подспорьем в привычном выживании. Но главное даже не это. Новостройки закрыли доступ к единственной на весь район асфальтированной дороге. В распутницу к людям стало сложнее пробраться скорой помощи и МЧС. В основном здесь проживают люди в возрасте. Им скорая помощь нужна. И дома у нас горят, как спички. Горят. Невозможно. Он это загородил. Мы начали писать везде жалобы. Нам сказали, что владелец шатон, владелец этой части дороги, ему отдали эту часть дороги под застройку. По словам обитателей частного сектора, вся эта история началась в 2005 году вместе с расширением магистрали по Герцена. Новенький асфальт облагородил центр города. Пристальное внимание на него обратили бизнесмены и застройщики. Район начал стремительно развиваться. Ну а людям пообещали расселение по новеньким квартирам. Обещанного они ждут без малого 15 лет. За помощью измученные жильцы частных домов обратились к депутату-коммунисту Сергею Жукову. Я обратился к депутатским запросам в администрацию города. И вот мне такой пришел ответ с администрацией за подписью первого заместителя мэра города Омска, директора департамента Фомина. Он пишет следующее. Информация о застройщике в департаменте городского хозяйства администрации города Омска отсутствует. То есть он ссылается на то, что кто давал разрешение на застройку, когда-то было дано разрешение на застройку, неизвестно. Никто застройщик тоже неизвестно. Как работают в этом положении власти наши городские, я вот не могу понять. В общем, бардак полный. Невозможно ничего узнать. Все ссылаются на решение администрации, на то, что это все законно, все это ему подписывалось. Хотя вся эта история началась, повторяю еще раз, в 2005 году. На каком основании вот эти все документы ему подписывались в 2015, 2016, 2019 годах, непонятно. И мы теперь в заложниках. Он с нами разговаривает через губу и заявляет о том, что мы ему не нужны. Хотя на самом деле, я так понимаю, что весь этот участок был подписан ему полностью. То есть с условием, видимо, что он расселит жильцов. Жители района утверждают, владельцем всей этой территории и тем самым неизвестным властям-застройщикам является хозяин комплекса «Шато». По словам людей, он попытался договориться. Однако суммы, которые были предложены обитателям района, небольшие. Их едва хватит на комнату в общежитии. Сторона бизнесмена утверждает, у него просят слишком большую компенсацию. Но главной проблемой остается бесхозяйственность и равнодушие властей. До начала строительства были проведены общественные слушания, на которых большинство высказалось против возведения многоэтажек. Мнение простых людей так и не учли.